Привет! Мы сейчас находимся в Хамовниках. И здесь от улицы Тимур-Фрунзе до переулка Хальзунова, недалеко от Собового кольца, в Москве, и метро Фрунзенская проходит улица Рассалима, с двусторонним движением автомобилем транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет около 700 метров. В первой половине 18 века это был Всеволожский переулок по фамилии местного домовладельца Всеволожского, позднее Бужениновский переулок и Большой Бужениновский переулок по фамилии местных домовладельцев, начинок Бужениновых. И в 1031 году улица получила современное название в честь основоположника детской невропатологии в России Григория Рассалима. Жил он в 1860-1828 году. Был директором клиники нервных болезней, которая расположена как раз на этой улице, поэтому и назвали в честь него. Сам он был из Одессы, потом переехал в Москву, был невропатологом, психоневрологом, основал, содержал в начале 20 века, до революции 17-го года, первого в России клинику нервных болезней детского возраста. В 2018 году был профессором капера нервных болезней первого Московского старственного университета, директором клиники и неврологического института. Основные труды его были подключены, естественно, нервной системе, диагностик опухоли головного мозга, пролечивого лицевого нерва, премигрении и другим работам, связанным с нервной болезнью. Был изобретатель многих медицинских приборов и аппаратов, динамометра, клонографа, мозгового топографа и других. После революции 17-го года работу в разных административных структурах по линии медицины, нарком здравии, нарком просе, военно-санитарном управлении, Красной армии, был одним из организаторов и председателем Московского общества невропатологов, психиатров, а также с организатором журнала невропатологии и психиатрии. Здесь на улице находится один жилой дом, 14-этажный под номер 6, 25, в 1778 году постройки, с нежилыми объектами на первом этаже, но, очевидно, в пристройке. А так здесь очень много медицинских учреждений. Есть также электроподстанция Зубовская под номер 3, здание стилизовано под фабричный корпус. Далее мы видим, напротив нее находится ныне реконструированное здание бывшего дохода дома Эгерса под номером 4, шестиэтажного дома. Эгерса был построен в начале 20 века. И, в принципе, его снесли до фасада, по сути, полностью снесли и отдали по строительству бутик-отеля с апартаментами. В 2018 году дом был полностью снесен, и сейчас будет строить новый же апартамент, современный вид, так что интерес он уже особо не представляет. Далее видим офисы в бывшем доме управляющего императорского человека любивого общества Григория Виноградова, здание под номером 5, деревянное двухэтажное 19 века. А за ним идет научно-исследовательский стук пивоваренной и безалкогольной и винодельческой промышленности, здание под номером 7. История создания стук началась с образованиями в 1335 году Центральной научно-исследовательской лаборатории главки Прома, которая впоследствии в 1338 году стала всесоюзной научно-исследовательской лаборатории пивоваренной и дрожжевой промышленности. В 1337 году ученым институтом власть запатентована технология производства донизирующего напитка Байкал на основе растительного сырья. Ну, все его знают. В 1392 году Всесоюзный научно-исследовательский институт напитков и минеральных вод был переименован в научно-исследовательский институт пивоваренной и безалкогольной и винодельческой промышленности. И им он является до сих пор. Только теперь не всесоюзным, да, ну, собственно, он всесоюзный стал террористик. Напротив находится резиденция советника посольства Швеции по культуре здания подрома 8 конца 19-го, начала 20-го века. Деревянное здание, кстати, построенное в конце 19-го века или в начале 20-го. В 1332 году было куплено сотрудникам норвежского посольства, а в 1341 году было перепродано шведской дипломатической миссии, которая находится в нем до тех пор. За ней находится детский сад, двухэтажный с сокольным этажом, старое здание подромом 10. Ну, а дальше у нас идут уже, собственно, клиники, клиники, медицинские учреждения. Это клиники Медицинской Академии Месячной в нефрологии внутренних и профессиональных заболеваниях нервных болезней в психиатрии под нормой 11 с нескольким строением. Психиатрическая клиника имени Корсакова Московской Медицинской Академии Месячной была построена в 1887 году на средство Купчихи Морозовой-Хлудовой в памяти о ее мужа Морозове, умершем в 1882 году в частной психиатрической лечебнице. Но очевидно помешался. Была первой университетской клиникой на девичьем поле. Рядом с ней находил садьба Толстого, на улице Льва Толстого, который, собственно, сам Львов Толстой тоже посещал эту клинику. Ну, понятно, что страдал проблемой психики. К клинике также работали Кожевников, Корсаков, Сербский, Баженов, Ганнушкин, Гуревич и другие знаменитые психиатры. В 1938 году клиники было присвоено имя Корсакова, бюст которого был установлен в 1949 году перед ее зданием. Корсаков стал первым главврачом этой клиники, он принимал участие в планировании и постройке самого здания. В нем была оборудована библиотека, стоящая из книг самого Корсакова. После него клинику возглавил Сербский, а с 1918 года Ганнушкин. В 1925 году пациентом в санаторий, устроенного в несколько палатах, остановился поэт Сергей Есенин, также пациентом в клинике был художник Михаил Врубель. Здесь находится стационар, библиотека, также учебная аудитория для студентов первого медицинского института, на Несеченово, академии Несеченово. Ряда находится наушесельский туглазных болезней, под номером 11 корпуса А и Б, это крупнейший в России оптальмологический центр, образован был в 1973 году как всесоюзный научно-исследовательский институт влазных болезнях Минздрава СССР. С момента основания института возглавил академик Краснов. В 2001 году директором института является всем корреспондент Российской академии медицинских наук профессор Сергей Аветисов. Напротив находится патологоанатомическое отделение Морг Медицинской академии Несеченова, здание подрома 12, двухэтажное, старое. Ну и за клиниками психиатрии, нервных болезней, находится группа заброшенных зданий бывшей фабрики «Восход», здание подрома 13, до революции была обойная фабрика «Шулейкина», основанная в 1889 году, в 1920-х годах обойная фабрика номер 3, в 1929 году первая обойная фабрика «Мосполиграфа», в последующие годы приименованная и получила название «Московская фабрика деловых товаров», производила в школьной тетради. В 1964 году фабрика была включена в состав московского научно-производственного объединения «Восход». В настоящий момент производство выведено, фабрика не функционирует, ну а корпуса, собственно, разваливаются, которые соединены несколько с собой, между собой соединены корпуса. Ну понятно, что он был целый такой единый технологический процесс производства, ну а теперь все это разваливается. Ну и, наверное, снесут и построят какой-нибудь жилой кубик. За ними находятся, соответственно, еще одни медицинские, еще одно медицинское учреждение, это кафе судебной медицины и хирургии медицинского института университета имени Сеченова, или академии имени Сеченова. Также ветеринарная клиника находится в здании по номераме 15, строения 1 и 2. Когда-то здесь была клиника ушных горловых и носовых болезней на углу с окружающим переулком, Алсуфевским, да, и она была открыта при медицинском факультете Московского университета в 1896 году. Она входила в состав клинического воротка на Девичьем поле, хотя и располагалась в стороне от Большой Кироговской улицы, где, собственно, находятся основные здания вот этого клинического воротка. Это была такая лор-клиника, оснащенная всеми научными новинками того времени. Она была построена благодаря пожертвованию Юлии Базановой, особенной гордостью директора клиники Фонштейна. Директор клиники, возглавлял которую клинику Фонштейна, стали спецкабинеты, акустики, сравнительной анатомии и патологической анатомии. Ну и заканчивается эта улица бизнес-центром Рассалима 17. Это бывший второй московский приборостроительный завод, где выпускали приборы для авиации, воздушно-десантных войск и подводных лодок с 139 года. Ну завод теперь переехал на Очаковское шоссе, в район Очаково, на запад Москвы. Ну теперь тут бизнес-центр. Когда-то был завод, теперь опять же он уже не работает, сделали бизнес-центр. Вот видите, здесь довольно такая улица, с довольно длинной историей, что посмотреть здесь. Может особо какие-то замечательности нету, но довольно много интересных объектов. Поэтому я бы тоже здесь порекомендовал побывать. Поехать лучше от метро Хрудинской пешком через переулок Хальзунова. Наиболее такой простой способ. Ну а так смотрите по своим маршрутам. Честно, транспорт по этой улице не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы. Продолжение следует...